Сегодня в Турции могут отдыхать до 45 тысяч россиян. Такие цифры приводит ассоциация туроператоров России. Как сообщают СМИ, мощное землетрясение коснулось и наших соотечественников. Под завалами может находиться российская семья из четырех человек. Если говорить о жертвах, то цифры запредельные. Погибли почти 16 тысяч человек. Популярные курортные зоны землетрясение не затронуло. Кое-где, конечно, были подземные толчки, но они не привели к обрушению домов. Тем не менее, уже известно, что некоторые россияне решили повременить с бронированием. Люди выбирали себе отели, уже планировали отпуск, планировали даты. Сейчас немножко такой спрос упал из-за вот этого фона, который достаточно тяжелый, из-за этого фона соболезнования. В Алтайской ассоциации туризма отмечают, что не только стихийная бедствие – причина низкого спроса на отдых в Турции, но и ряд других причин. В настоящий момент достаточно нестабильная обстановка, и многие не могут планировать настолько заблаговременно. Сейчас у нас годовщина начала СВО, плюс новости из Турции с землетрясением. Это тоже не подогревает спрос. И, опять же, цены акций раннего бронирования, например, по сравнению с прошлым годом, также значительно, ну, не значительно, но процентов на 15-20 изменились в сторону увеличения. Сейчас уже поговаривают, что некоторые турецкие гостиницы отказываются принимать туристов, так как в размещении нуждаются пострадавшие от землетрясения. Представители Турссферы пояснили, что отказы, если имеют место быть, то лишь для туристов, которые путешествуют самостоятельно. У туроператоров, у которых есть конкретные контракты с отелями, то есть никаких проблем нет, туристов русских размещают. А между тем, по прогнозам некоторых ученых, следующие подземные толчки могут произойти в популярной Анталии, столице Турции, Стамбуле. Но туроператоры успокаивают и говорят, не нужно всю информацию в СМИ принимать за чистую монету. Ведь многие просто нагнетают и без того сложную ситуацию. Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком.